Приветствую вас! Из вашего сообщения, ну, получается так, что вы испытываете проблему мотивации. То есть вы хотите что-то сделать, но заставить себя не можете. Если у вас такое было всегда, то речь идёт о, я полагаю, воспитании мотивации и это работа с вашими детско-родительскими отношениями, а также с социальным развитием, то есть уровень отработки ваших социальных ролей. Если у вас такое было не всегда, а началось только вот какое-то время назад, то тогда, конечно, я полагаю, это проблема действительно мотивации, то есть понимания того, ради чего, для чего и почему вы это делаете. Смотрите, вы говорите, например, я не хочу что-то делать, а кто-то заставит меня это сделать. То есть вы чего-то делать не хотите, но кто-то вас заставляет. Давайте подумаем, кто заставляет и почему. А также почему вы сами не хотите этого делать. То есть знаете ли, очень важный момент. Но если вы не хотите чего-то делать, значит вы знаете, почему вы не хотите что-то делать. И раз так, то вы знаете, почему с вами это происходит. А раз так, то можете объяснить. И раз это так, то тогда вы и не должны делать то, чего вам не хочется. То есть проблема в чем? В том, что вас кто-то заставляет. Или проблема в том, что вы сами знаете, что вам это делать нужно, но не желаете это делать по каким-то причинам. Вы попробуйте вот немножечко сформулировать лучше то, что вас беспокоит. Если вы взрослый человек, ну то есть я имею ввиду независимый человек, то никто нас заставить что-либо делать не может. У людей нет таких полномочий, таких прав, чтобы заставить взрослого человека, другого взрослого человека, делать что-то, что ему не подышат. Но если вас заставляет делать что-то ради чего-то, то необходимо анализировать ради чего. Важно ли это для вас? И если важно, тогда уже принимать решение, что вам даст точно нужно сделать. Если не даст ничего, то, соответственно, логично, что этого делать не нужно, если это бесполезно. Если это вам что-то даст, то насколько это важно и насколько для вас ценно то, что будет в результате. то есть вы сами себе попробуйте объяснить, почему я не хочу. Почему я не хочу делать то или иное? А если я не хочу чего-то делать, то соответственно вопрос, а чего я хочу тогда? Это, пожалуй, те основные моменты, которые я вам предлагаю для себя пояснить перво-наперво. Ну а дальше уже вам необходимо более конкретно, более подробно разбираться в в том, что у вас беспокоит. Потому что, ну, вот так ответить на ваш вопрос и так помочь вам, если вы сами не знаете, в чем именно проблема не получится. Можно использовать свободное ассоциирование, можно использовать еще другие методы и приемы, чтобы вывести вас на диалог о том, что вас волнует. но это только при наличии у вас соответствующего желания. Потому что если желания нет работать, то, соответственно, у вас будет низкая результативность. и как бы, ну, вы сами определите для себя, хотите ли вы работать, хотите ли вы в себе разбираться или нет. И в зависимости от этого вы уже делаете свой выбор. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.